Некругландцы бедны, любят петь о мечте, любви и богатстве. Даже если забыли слова, на любимом куплете силу чувств выразят по-своему, по некругландцам. Некругландцев 5 миллионов, из них около 800 тысяч безработные, богатых семей не больше тысячи. Живут между двумя океанами, Тихим и Атлантическим, и мечтают соединить их к каналам. Если удастся построить, это лучшее, что с нами могло бы произойти. Если не удастся, то с нами произойдет что-то худшее. Некругландский канал не плод человеческого воображения, он существовал миллионы лет назад. В 19 веке Наполеон III написал книгу о канале «Никарагуа – неизбежная дорога». Для некругландцев она вроде триптиха. Они искренне верят в неразрывную связь океанов с собственным счастьем. Эту веру подкрепляют цифрами специальной комиссии, комитеты и фонды. Один из лозунгов строителей канала «Перелопатим 2 миллиарда кубометров родной земли, будем счастливы и богаты». Совет Большого канала рассмотрел пять проектов, определил приоритетный. Его стоимость – 20 миллиардов долларов. У Никарагуа денег нет. Годовой доход государства меньше трех миллиардов. Сумму должен собрать мир. Создадим международный консорциум, разместим акции на мировых рынках и соберем деньги. Мы ведем переговоры с крупными компаниями из США, Японии, Бразилии. Китай готов вложить пять миллиардов долларов. Как и другие страны, Россия не прочь заработать на некругландской мечте. С точки зрения инвестиций в ее осуществление денег нет. Но есть богатый опыт в строительстве гидросооружений. Через три дня специалисты российской компании приступят к исследованиям на месте. Реальная окупаемость этого объекта занимает 10 лет. И это очень привлекательные инвестиции. То есть по отношению к спекулятивным операциям – это реальные деньги, которые можно вложить. И через 10 лет практически бесконечно можно получать реальную прибыль. Некруганский канал сократит многие водные маршруты почти вдвое. От Чили до Амстердама будет на 11 тысяч километров меньше. Кораблям из Нью-Йорка в Японию не придется огибать Южную Америку, что экономит до миллиона долларов на одном рейсе. Это самая любимая схема – обогащение Никарагуа в случае начала строительства. За 20 лет воловой продукт на душу населения возрастет в 600 долларов до 4 тысяч. Этот сладкий сон каждый видит по-своему. Мне снится, как я скачу верхом на быке прямо по озеру. Вокруг много быков. Это мое стадо. А большие корабли привозят еще. В реальности у Аманды две свиньи, шесть коров, птица и два арендованных буйвола для перевозки озерного песка. Ежедневно подъем в три ночи, отбой в восемь вечера. Он здесь родился 54 года назад и ни разу не уезжал. Только взрослеющие дети бегут за границу от нищеты. Недавно прислали телевизор. Это все, что отличает его жизнь от жизни родителей. Я слышал о большой железной дороге, по которой будут перевозить корабли. Тогда нищета покинет Никарагуа. Но я, наверное, не доживу до этого времени. Рис, бобы, бананы и кокос. Рацион не меняется столетиями. На пальме и еда, и питье в одном кокосе. Большие корабли в озере Никарагуа – это символ грядущего счастья для Аманда. Его родители грезили теми же мечтами. Власти один раз уже объявляли поход за счастьем. В начале прошлого столетия никурганцы были близки к воплощению своей национальной мечты как никогда. Но обычная почтовая марка сыграла с целым народом злую шутку. На ней был изображен вон тот вулкан. Он находится в центре озера Никарагуа и до сих пор считается действующим. По официальной версии, противники строительства межокеанского канала в Никарагуа разослали письма с этими марками в иностранные компании, финансирующие проект. Реакция была незамедлительна. Из-за угрозы извержения все работы были прекращены. И этот канал построили не в Никарагуа, а в Панаме. Вот эти марки. Они хранятся в Национальном банке Никарагуа в память об обидном историческом курьезе и крушении надежд. Та, что с дымом над вулканом фальшивой, их выпустили целую серию. Хотя вулкан до сих пор действующий и больше совпадений с фальшивой маркой. Сейчас Панамский канал устарел. Его попускная способность – суда водоизмещением до 80 тысяч тонн. Некруганский маршрут поднимет планку до 250 тысяч. Это была мечта США, Англии, Никарагуа и всего мира. Проект обеспечит прогресс народам и Никарагуа. Добро пожаловать инвесторам. Заканчивает презентацию директор совета Хорхе Уэсо. И снисходительно произносит «Канал – наша судьба». Эта фраза замирает на экране. Дмитрий Калиниченко, Александр Викторов, Руслан Ногоев, НТВ, Никарагуа.